У омских фермеров отбирают землю. На участках в Калининском сельском поселении, которое аграрии взяли в аренду, накануне посевной появились сотрудники частных охранных предприятий. Вооруженные люди не пускаются в хозяйственную технику. Что происходит в омском районе и как к этому причастны одно из самых крупных предприятий региона, омский бекон, разбирала Светлана Еловнарова. Вот представители омского бекона что творят. Не знаю. Фермер Алексей Рощупкин на свое поле теперь может только смотреть издали. Вместе с братом они взяли землю в аренду, собирались посеять здесь пшеницу. Хотели провести на нем ранневесеннее баранование, уже начали там. Но к вечеру приехали сотрудники частного охранного предприятия, и мы не позволим вам сеять на ней. 254 гектара плодородной земли в Омском районе. Ей владеет бывший глава администрации Калачинского района, ныне бизнесмен Вадим Цыганков. До конца прошлого года участок арендовала фирма «Лузинское зерно». Она входит в холдинг «Прода». В нем же состоит компания «Омский бекон». Именно ему «Лузинское зерно» поставляет корма. Когда договор закончился, в апреле 2017-го, арендаторами участка стали братья Рощупкина. Когда фермеры узнали, кто нанял охранников, совсем не удивились. Мы с ЧОП «Гриф» охраняем поля «Лузинского зерна». А как вас зовут? Сушко Андрей Леонтьевич. А кем вы работаете в ЧОПе? Начальником охраны. А кто вас сюда поставил? Почему распоряжение тут стоите? «Лузинское зерно». Фермеры несколько раз вызывали полицию. Первый раз правоохранители не стали проводить проверку. И только со второго раза в присутствии телекамер взяли объяснение у участников конфликта. А поля по-прежнему простаивают. Только теперь их охраняют не ЧОПовцы, а полицейские. Любые работы до окончания разбирательств запрещены. Представители холдинга «Прода» намерены подать в суд. Будут оспаривать законность договора аренда. Якобы собственник земли не уведомил их о том, что у участка новый арендатор. Если это действительно так, то договор в суде могут признать недействительным. Было ли письмо отправлено или нет, обязательно выяснят полицейские. Мы связались с представителем владельца и спросили его мнение относительно конфликта. Мы считаем это от асоциальной корпорации, которая может делать все, что хочет. Но есть в области, но это право. Судебное разбирательство по самым приблизительным подсчетам может занять несколько месяцев. Пассивную фермеры почти наверняка пропустили. Так же, как и еще на шести участках по соседству. Их тоже охраняют сотрудники частных охранных предприятий. А владельцы тратят деньги на адвокатов. Время на судебные тяжбы. Светлана Еловнарова, Евгений Русенко и Антон Щетинин. Новости здесь, Омск. А вот объяснить свои действия и как-то прокомментировать эту ситуацию представители Омского Бекона и сотрудники холдинга «Прода» пока не спешат. Запрос был отправлен им еще 5 мая. Но мы будем, конечно же, добиваться их ответа и продолжим следить за этой историей. Продолжение следует...